За последние пять лет в стране объемы добычи угля увеличились с 4 миллионов тонн до 5 миллионов 300 тысяч тонн в год. Глава государства поставил задачу эффективно использовать этот потенциал и последовательно наращивать объемы добычи. Так, в верхней части водохранилища Тупаланг в Саре-Асийском районе Сурхандаринской области началось освоение новой угольной шахты. Об этом наш следующий репортаж. В настоящее время в нашей стране действуют 44 крупные угольные шахты. К ним относятся рудники Ангрен, Шаргун и Байсун. Увеличение спроса на топливо во всем мире дает импульс для поиска и разработки новых угольных шахт. В результате открываются новые месторождения, такие как угольный бассейн Тупалянг. Здесь обнаружено 11 миллионов тонн запасов угля. Согласно поручению главы государства была поставлена задача по разработке пяти крупных месторождений угля в нашей области и геологоразведки имеющихся запасов. Сейчас мы находимся в Тупалангском угольном месторождении на высоте 1450 метров над уровнем моря. 35 тысяч тонн угля подготовлены к отправке к потребителям. Работают более 10 единиц техники. Каждый день перевозится 800 тысяч тонн угля. В Суркандаринской области количество нуждающихся в угле семей составляет 475 тысяч. Из них более 30 тысяч являются малообеспеченными. В текущем осенне-зимнем сезоне для нужд населения планируется поставить более 95 тысяч тонн угля. 18 тысяч тонн из которых уже доставлено потребителям. У нас цель поставить население 95 тысяч тонн угля. Есть малообеспеченные семьи. Для оказания им помощи доставляем 20 тысяч тонн полезного ископаемого. Исходя из составленных списков, каждой семьи распределяем по 600 килограмм угля. В Сарасийском и Узунском районах работа осуществлена на 100%. До сентября обеспечим все районы области угля. В Махалю Янгихшлаг привезли 40 тонн угля. Ведется работа по распределению его семьям, нуждающимся в социальной помощи, состоящих в железной и женской тетрадях. 46 хозяйствам уже поставили уголь. В настоящее время в угольном бассейне Туполянг ведутся работы по обеспечению безопасности в связи с оплазнями, уточнению объемов залежей угольных пластов. Продолжение следует...